На выставке мотора войны состоялся динамический показ штабного фургона Dodge VC-10. Эти машины использовались в начале Второй мировой войны. В Красной армии использовалась похожая модель Dodge VC-53. Всего в 1944-45 годах их прибыло 200 штук. Что же касается Dodge VC-10, ныне их известно всего несколько штук. К началу Второй мировой войны американская промышленность еще в полной мере развернула военное производство. Связано это было с тем, что финансирование не шло в полном объеме. Вместе с тем имелся богатый опыт создания военных автомобилей. В их числе оказались и легкие полноприводные машины грузоподъемностью 500 кг. Изначально их строила Marmor Harrington на шасси Ford. Но американские военные решили заказать специальную модель у Chrysler. Строились эти машины под маркой Dodge. Но реальным производителем являлся Fargo Division. Первым появилось семейство Dodge T202. Особенностью стало то, что одновременно выпускалось несколько типов машин. В 1940 году появилось новое семейство Dodge T207. Машины стали именовать как Dodge VC. Буква W означала 1940 год. Всего в это семейство входило 10 вариантов исполнения. Машины выпускались как пикапы, артиллерийские тягачи, командирские автомобили. Под индексом WC-10 выпускался штабной фургон с кузовом Correal. Семейство T207 стало промежуточным. В 1941 году появился наследник в виде Dodge T214. Грузоподъемность выросла до 750 килограмм. Известные у нас как Dodge 34. Семейство T214 стало самым массовым среди машин в своем классе. Автомобили семейства T207 воевали, но известны гораздо меньше. Ныне таких машин осталось совсем немного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА